МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости дня в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К снежной зиме готовы. Ворские закупили новую технику и сделали запас противогололедной смеси. Предотвратить инсульт возможно. Наша съемочная группа узнала, как избежать нарушения мозгового кровообращения. 141 миллион рублей на развитие молодежной политики. Оренбургская область вошла в число регионов, получивших субсидии от Росмолодежи. История со счастливым концом. Благодаря действиям приставов семейная пара решила вновь заключить брачный союз. Как не стать жертвой пожара? Правила безопасности обсудили в программе «Прямой эфир». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортах России еще на неделю до 3 ноября 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика и других городов. Российским авиакомпаниям рекомендовано использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, минеральных вод Ставрополя и Москвы в качестве альтернативы для перевозки пассажиров. К другим темам. Столица Восточного Оренбуржия подготовилась к снежной зиме. Закуплена новая техника, сделан запас противогололедной смеси. Контракт на содержание уличнодорожной сети с 10 ноября по 31 декабря выиграло муниципальное унитарное предприятие спецавтотехуправление. Он оценивается в 21 миллион рублей. Орские коммунальщики обновили парк снегоуборочных машин. В этом году у нас пополнение 4 единицы МТЗ будут для уборки добавились. Новые два газона НЕКСТ это та техника именно для уборки дорог. В общей сложности мы будем бороться со снегопадами 33 единицами техники. Мы немножко разделили технику. Та, которая движется побыстрее с технической скоростью, которая повыше, они уйдут на дальние районы. Та, что с маленькой скоростью трактора, они будут в советский район, то, что рядом с базой находится. Коммунальщики запасли 400 тонн песко-соляной смеси и 200 тонн чистой соли, которую будут смешивать с песком. Остался небольшой дефицит кадров. На предприятии ждут водителей. Коммунальщики Орска к зиме подготовились с задором. Адаптировали к своей технике крылатую фразу из фильма «Офицеры». Предотвратить инсульт возможно. Операции по хирургическому лечению сужения сонной артерии проводят врачи клинической больницы имени Пирогова. Они помогают пациентам избежать нарушения мозгового кровообращения и его последствий. Но как узнать, что человек в шаге от инсульта и как за 60 минут спасти будущее пациента, разбиралась Юлия Тюшевская. Мы занимаемся тем, что сейчас выделяем общую сонную артерию и мы принесем сонную артерию, из которой будем удалять нас бляшки. Атеросклероз сонных артерий – прямая дорога к инсульту. Чтобы убрать так называемые бляшки, которые закупоривают канал, хирургам потребуется около часа. Это среднее время операции. Результат – предотвращение кровоизлияния в мозг. Пациенты такие обращаются обычно к невропатологам, к терапевтам с головокружениями, головными болями. И сейчас хорошо, что в стандарт обследования этих пациентов входит ультразвуковое сканирование, которое позволяет выявлять на ранних стадиях эти бляшки и, соответственно, направлять уже к нам на консультативное и оперативное лечение этих пациентов. Хирургическое вмешательство выполняют через косметический разрез, либо с помощью небольшого прокола. Вячеслав Ахмедов проводит операции по лечению сужения сонной артерии около 10 лет. За это время сотни спасенных жизней. И с каждым годом навык укрепляется. Обследование провели на операцию. Сперва одну сторону сделали, это в апреле. Сейчас, вчера, вторую. Всё нормально. В 2022 году в городской клинической больнице имени Пирогова провели около 120 таких операций. Медики говорят, вовремя замеченные сигналы организма снижают риски трагедий. Если в числе названных врачом симптомов вы услышали то, что часто беспокоит, обязательно обратитесь к специалистам. Юлия Тюшевская, Игорь Бероев. Новости дня. Сейчас ненадолго прервёмся. И вот, что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. 141 миллион рублей на развитие молодёжной политики. Оренбургская область вошла в число регионов, получивших субсидии от Росмолодёжи. История со счастливым концом. Благодаря действиям приставов семейная пара решила вновь заключить брачный союз. Как не стать жертвой пожара? Правила безопасности обсудили в программе «Прямой эфир». И к новостям экономики. 141 миллион рублей на развитие молодёжной политики. Оренбургская область вошла в число регионов, получивших субсидии от Росмолодёжи. В России реализуется программа «Регион для молодых». По словам организаторов, главная цель создать возможности для развития молодёжи не только в крупнейших городах, но и даже в самых удалённых уголках страны. В 2023 году общий размер субсидий составит 5 миллиардов рублей. Обязательное условие для региона – наличие от 1 до 40% софинансирования с привлечением не менее 20% небюджетных средств. В этом году на конкурс заявился 51 субъект. Оценивала инициатива экспертная комиссия, представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды. Итогом конкурса стало определение 42 регионов, которым будут выделены субсидии. Самый большой объём выплат – более 256 миллионов – будет направлен в Нижегородскую область. На втором месте – Липецкая область и 233 миллиона рублей. На третьем – Тульская область. Субсидии этому региону составят 229 миллионов рублей. Оренбургская область – середине рейтинга. На развитие молодёжной политики нашего региона направят 141 миллион рублей. Программа будет действовать в 2024 и 2025 году. Бюджет для конкурса также составит 5 миллиардов рублей. Неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём. Основные причины – возгорание осенью и зимой. Каких правил стоит придерживаться, чтобы не стать жертвой пожара? Об этом шёл разговор в программе «Прямой эфир». В прошлом году с сентября по март произошло порядка 900 пожаров. В некоторых случаях площадь возгорания была незначительная и обходилась без жертв. Но случались и трагедии. По словам Андрея Щербины, за осенне-зимний период в пожарах погибло 57 оренбуржцев. С наступлением холодов становится всё больше техногенных пожаров. Основная причина возгорания – неисправность электрооборудования. Кроме того, нередкие случаи неосторожного обращения с огнём. Общаешься после пожара. Ну зачем ту же баню растапливать с использованием исключающей жидкости? Ну вот и всё, говорит, понимаю. Ну вот решил, что это раз пронесёт. Не пронесло, получил термические ожоги. И это, к сожалению, сплошь и рядом, это наша культура безопасности, которую мы должны повышать. И иногда говорить себе нет, что вот эту черту не нужно переступать, потому что это может привести к каким-то негативным последствиям, в том числе для здоровья. Однако Андрей Щербина отметил, что культура безопасности оренбуржцев с каждым годом растёт. Согласно данным статистики, в этом году количество погибших на пожарах снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый человек, прежде всего, сам отвечает за свою безопасность. Необходимо тщательно следить за состоянием электрооборудования, следовать нормам обращения с огнём и обязательно обучать детей правилам поведения при пожаре. Не паниковать, а повестить о возгорании родных и соседей, эвакуироваться и вызвать пожарные службы. К другим новостям. В конце октября юбилейная дата у герба Оренбургской губернии. Эмблема с куницей и золотыми знаменами была утверждена 155 лет назад. Однако нашу область могли узнавать по другой символике. Вариантов было несколько десятков. Что было предложено, когда утвердили основной герб Оренбургской губернии и почему сейчас главная эмблема области выглядит иначе, разбиралась моя коллега Юлия Тюшевская. Гербом принято считать символику, которая отличала регионы друг от друга. Характерные для определенной области детали и объекты старались отразить на эмблеме. Дракон на фоне крепостной стены, лебеди, плывущие по Уралу, или портрет человека с тремя лицами – это лишь часть вариантов Оренбургского герба. Таким его представляли в 1734 году, когда только закладывали степную столицу. Более десятка различных эмблем было предложено Оренбургской экспедиции. Однако ни один из них не был выбран в качестве герба для нашей губернии. Интересный факт – знак с изображением орла одобрили, но для Орска. На кадрах эта эмблема находится рядом с тремя сплетенными кольцами. Первый герб Оренбургской губернии появляется в начале XIX века. Это изображение двуглавого орла, выплывающего из реки. Из документа об экономическом состоянии Оренбургской губернии за 1872 год представлена информация, описывающая старинный герб Оренбургской губернии. Я зачитаю. Имеет старинный пожалованный герб. В полном щите в золотом поле представлена посередине текущая река Урал, из которой выходит доподлинно двухглавый парящий императорский, двухувенчанный, тремя обыкновенными коронами орел. Однако до середины XIX века в геральдике и символике Российской империи была неразбериха, говорят в областном архиве. За герб губернии могли считать эмблему города. Оренбургская земля не исключение, а причина в отсутствии законодательных актов. Например, это подтверждает в Оренбургских губернских ведомостях, где обычно изображали герб губернии. В Оренбурге был изображен такой скомпилированный герб, где нижняя часть соответствовала гербу города Уфы, так как центром Оренбургской губернии была Уфа, а верхняя часть являлась частью герба города Оренбурга. Тогда же власти все-таки вводят законодательные акты по символике и геральдике. В 1867 году в Санкт-Петербурге официально учреждают герб Оренбургской губернии. Это полностью новое знамя. Куница – ценный пушной зверек, распространен в Башкирии, которая входила в состав нашей губернии. Греко-российский крест и полумесяц – многонациональность Оренбуржья. А золотые знамена – верность своей стране. Просуществовала у нас до 1917 года, до тех пор, пока на территории Российской империи не восстановилась советская власть. После этого вся царская символика была, конечно же, отменена. И вплоть с 1917 года до 1970-х где-то не было, как правило, такой вот символики. Интерес к разному обозначению регионов возродился в 70-х. В прессе активно обсуждали варианты гербов. А в 1996 году в символике нашей области произошло обновление. В основу этого герба и лег щит, учрежденный в 1876 году, за исключением некоторых изменений. Да, это вот символ мусульманского мира. Он был повернут таким образом, как изображен на мусульманских мечетях. Юлия Тюшевская, Дмитрий Картуз. Новости дня. Рыба с Камчатки доступна жителям Бугуруслана. До конца недели покупателей ждут на выставке. Кижуч, палтус, зубатка, царица лососевых, чавыча и красная икра. Более 35 видов разновидностей рыбы и морепродуктов представили рыболовы с Камчатки. Чавыча холодного копчения. Филе, богато витаминами омега-3 и омега-6. Продукция коптится на опилках ольхи, яблони и вишни, что удерживает полезные кислоты и витамины, которые необходимы в осеннюю пору. Выставка работы с 25 по 30 октября. Город Бугуруслан. Улица Коммунистическая, 37. Магазин Центральный. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте урттв.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы с автором наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события, или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры УРТ. Прямо сейчас номер телефона на вашем экране. 8-987-852-6011. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok